Сегодня Приморье это не только ближайшая Европа в Азии, но и настоящий рай для гурманов, поклонников качественных морепродуктов и любителей даров тайги. В нашем крае уже успели завоевать популярность фестивали, посвященные камчатскому крабу, дальневосточному гребешку и приморской мидии, корюшке и наваге, а также одному из самых экологичных приморских продуктов – меду. По статистике, в среднем в день такие мероприятия посещают до 5000 человек. Зачастую именно гастрономический туризм становится поводом посетить Приморье повторно. Вообще гастроносфестивали – это круто? Конечно, круто. А почему это круто? Потому что людям хоть есть где проводить время, в конце концов, в нашем городе, а не только на море отдыхать, но и на гастроулице проводить время. У нас по пятницам здесь концерты проходят, в субботу концерты. В принципе, в городе такого нету. Это привлекает как граждан Владивостока к этому всем мероприятию, так и приезжих людей. То есть мы раскрываем все многообразие всех вкусов и показываем, какая у нас прекрасная еда прямо из этого океана. Ну, потому что у нас очень много отдыхающих, которые, в принципе, не знают о нашей культуре. И так как мы находимся далеко, если взять в область Российскую Федерацию и, допустим, другие страны, и мало кто знает, допустим, что у нас здесь есть. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Да, попробовать что-то новое. Почему нет? Возможность поесть разные еды в одном месте, быстро, вкусно. Идея замечательная. Рад, что в городе есть что-то подобное. Рад, что в городе есть что-то подобное. В 2017 году международным сервисом для путешественников с самым вкусным направлением в России. В 2020 году в фестивале приняло участие 60 ресторанов из 12 городов России. А в 2021 фестиваль достиг максимальных масштабов за всю свою историю проведения. С каждым годом интерес гостей, ресторанов и СМИ к дальневосточному гребешку заметно растет, привлекая внимание в этот период к Владивостоку и всему региону. Впервые фестиваль на гребне прошел в 2018 году. Было всего 30 ресторанов-участников из 8 городов. В этом году фестиваль прошел по всей стране, объединяя более 100 проектов из 30 городов России. Программа фестиваля по традиции делится на две части. Рестораторы Владивостока подают живых гребешков в раковине из аквариума и три авторских блюда. Рестораны-участники в других городах нашей страны предоставляют гостям три блюда из гребешка. За 15 дней гости фестиваля могут попробовать этот продукт в разных прочтениях в десятках ресторанов по всей стране. В развитии фестиваля очень важно, что из года в год присоединяются еще больше ресторанов-участников. Для жителей Дальнего Востока гребешок – это известный и любимый продукт, но для остальных россиян это редкий деликатес. Расширение географии фестиваля дает возможность гостям попробовать этот продукт, а шеф-поварам – обмениваться опытом и рецептами приготовления. Счастлив тот, кому знаком вкус только что пойманной и тут же приготовленной морской ракушки, кто нырял за этими нежными сокровищами, за крепко сжатыми перламутровыми створками, кто устраивал обеды под шум прибоя на безлюдных пляжах. Да, жить у моря вкусно, и этим счастьем хочется делиться. Именно поэтому во Владивостоке родилось еще одно яркое событие – фестиваль медий. Для тех, кто знает море на вкус и тех, кто готов к гастрономическим открытиям. Забудьте все, что вы пробовали, если до сих пор вы были знакомы с мидиями из других частей света или имели дело лишь с мороженными моллюсками. Свежая приморская мидия уникальна на вкус и по составу. Рестораторы уверяют, из-за состава морской воды все здешние мидии содержат больше йода и минеральных солей и своим вкусовыми качествами способны покорить самых требовательных гурманов. В мае приморский моллюск предстает в своем лучшем виде. В это время мидия готовится к нересту, набирает вес и максимальный объем полезных элементов. И это лучший момент для подачи деликатеса на стол. Другие продукты просто не способны соперничать с мидией по составу. В мае с порцией моллюска гарантирована и значительная доза витаминов группы В, микроэлементов, минералов, аминокислот и просто невероятного наслаждения. Фестиваль мидии, как и фестиваль гребешка, стал частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Сегодня рестораторы Приморья проявляют большой интерес к местным продуктам. Все чаще включают блюда с ними в основное меню и участвуют в гастрономических фестивалях с уверенностью, что перспективы колоссальные. Туристов с каждым годом все больше. А как узнать регион, не попробовав его на вкус? Да и самим приморцам вкусные события по душе. Это повод не просто сходить в ресторан, а испытать гордость за то, в каком чудесном крае нам посчастливилось оказаться, как богато на сокровище и сколько возможностей впереди. Проведение ежегодного фестиваля, посвященного дальневосточным деликатесам под названием «Держи краба», добавляет городу дополнительные баллы в рейтинге гастротуризма. Первый фестиваль состоялся в июле 2016 года, и в нем приняли участие 14 ресторанов города. Для организации праздника рестораторы закупили 700 килограмм синего камчатского краба, который обитает в Беринговом море и обычно экспортируется в страны Азии. И продавали его примерно в три раза дешевле средней стоимости по меню. В ресторанах-участниках появилась новая вкладка в меню, переведенная на японский, китайский и корейский языки, которая сообщала о специальном фестивальном предложении. Обязательное условие для всех участников – наличие подходящих условий для содержания живых крабов. Эти морские обитатели очень чувствительны к условиям окружающей среды. Для комфортного существования им необходима чистая вода, насыщенная большим количеством кислорода и, по возможности, отсутствие соседей – устриц, гребешков и мидий. Если какое-либо из условий не соблюдается, то краб очень быстро погибает. Крабы предварительно проходят ветеринарные проверки и сертифицируются в соответствии с требованиями законодательства. Каждый экземпляр взвешивается, получает специальную бирку на клешню, где указана его масса, и отправляется в одобренный Роспотребнадзором аквариум. Когда гости заказывают краба, официант приносит его из аквариума, чтобы все могли убедиться в его добром здравии, показывает бирку, уточняя стоимость краба и относит на кухню. Далее крабы потрошат и варят на пару в специальной печи при температуре 140 градусов, порядка 30-40 минут, после чего сервируют и подают гостям. Организаторы не стали разрабатывать единый стандарт сервировки, чтобы сохранить индивидуальный стиль участников, поэтому в каждом ресторане подача и набор соусов может разниться. Для фестиваля был выбран самый простой и понятный способ приготовления – варка на пару, чтобы акцентировать внимание на свежести и нежной текстуре продукта, не маскируя истинный вкус специями и добавками. Камчатский краб и синий камчатский краб уникальны по вкусовым качествам виды крабов. Их мясо напоминает мясо омара. Средний вес синего камчатского краба – от 1 до 2 килограмм. Помимо витаминов А и В, его мясо обогащено цинком, селеном, калием, магнием, кальцием, железом, а также фосфором и натрием. Калорийный составляет всего 84 килокалории на 100 грамм веса морепродукта. Фестиваль «Держи краба» проводится только в сезон добычи краба. Для синего камчатского краба – это июль, а для камчатского – сентябрь. Меня зовут Егор Анисимов. Я амбассадор фестиваля «Держи краба». И сейчас я хочу поделиться с вами опытом, как правильно приготовить краба. Первая фаланга в брикетах по килограмму. Поставили его в холодильник размораживаться на 12 часов при температуре плюс 5 градусов. Затем зачистили фаланги от хитина. В каждой фаланге по три штучки. Это две широкие и одна тонкая. Затем мы рвем их вот на такие части. И тем самым вы видите, что там нет. Это чистое крабовое мясо без хитина. Также для севиче нам потребуется Лук-шалот, порезанный мелким кубиком и вымоченный в холодной воде. Середина огурцов – это та именно часть, которая находится в середине. Это семечки и то, что вокруг них. Авокадо почищенный, порезанный. Попкорн из креветочных чипсов. Середина помидора – это именно та часть, которая содержит семена и самую мягкую часть. И листики кинзы. Также соус на основе апельсинового, лимонного сока, масла авокадо, соли и перца. И пыль из тархуна. Итак, начинаем вытурки. Вначале по дну мы распределяем вымоченный лук-шалот. В таком хаотичном порядке. Затем мы берем огурцы и расставляем их вот таким образом. Тоже, можно сказать, в хаотичном порядке. Букем. Авокадо. Тоже, в абсолютно непринужденной форме. Переходим к помидорам. Помидоры лучше выкладывать перфорированной ложкой, либо шамовкой. Затем начинаем раскладывать краб. Добавляем соус. Еще немного помидора. Затем раскинуем по корме с клеветки. Потом у нас идет тархун. И заранее подготовленные листья кинзы. В конце еще немножко добавляем соуса. Это не попадая на кинзы. Итак, свечи из краба готовы. Уссурийская тайга также парадоксальна, как характер местных жителей. Здесь перемешаны юг и север, лианы из сосны, крапивы и приморской киви, актинидия. А лоси живут рядом с леопардами. Какая тайга на вкус? Каждый год шеф-повара ресторанов-участников разрабатывают уникальные таежные сеты. Это кулинарные творения из дикого мяса, изюбы, олень, косуля, кабан и речной рыбы. Дикоросы, горячие и холодные напитки из таежных ягод, необычные десерты, например, мороженое из актинидий. Очень дикие соусы и таежные настойки, которые употребляют исключительно для здоровья. Миссия фестиваля – призвать к ответственному освоению ресурсов Уссурийской тайги. При этом организаторы стремятся передать мысль, что тайга – это в первую очередь источник ценных продуктов и ярких эмоций, а не только охраняемые заповедные места. Зима уже не за горами, но ничто так не радует истинного приморца, чем слова «Лед встал». Значит, дан старт под ледной рыбалке. Целыми семьями приморцы экипируются в дутые костюмы, хватают удочки и выходят на водоемы. И все ради корюшки – главной зимней рыбы региона. Свежей, ароматной и по домашним рецептам. Обычно лед во Владивостоке становится в начале декабря. С этого времени главное блюдо на столах приморцев – жареная корюшка. Местные шутят, что сезон корюшки начинается, когда утоплена первая машина. Ледостава ждут не только рыбаки, но и рестораторы. Именно с этого события в 2019 году начался ежегодный фестиваль корюшки, где шефы предлагают авторские вариации блюд с сезонной рыбой. Блюда подают по промо-цене в ресторанах-участниках. Фантазия шеф-поваров ничем не ограничена. Уха, рыба под маринадом с различными соусами – главное условие в меню обязательно должна быть традиционная жареха. Сложно объяснить, что это время значит для жителей края. Культ вокруг рыбы даже нашел отражение в пословицах и поговорках приморцев. Мозгов, как у корюшки – так говорят о глупом человеке. Ведется, как корюшка на поролон – так скажут о том, кто легко поддается влиянию. Эти и другие высказывания помогут приезжему сойти за своего. Преданность корюшке выражается и в количестве часов, проведенных у лунки. Местные рыбаки выходят на лед даже в минус 15 и сильный ветер. В первую очередь ими движет азарт, а уже во вторую – тяга ко вкусному ужину из локальных продуктов. Вообще, своим символом корюшку считают жители Санкт-Петербурга. Там еще с петровских времен проходят тематические праздники. Но у Владивостока есть весомая причина перетянуть на себя одеяло. Наша более экологичная, потому что живет в чистых водоемах. У берегов Приморья водится корюшка-зубатка. Еще корюшку называют огуречник из-за характерного запаха, которому, кстати, есть научное обоснование. Корюшка питается водорослями, растущими на камнях. Они и придают ей свежий аромат, который зимой доносится едва ли не из каждого окна. Хотите квест? Именно по этому запаху можно отыскать рестораны-участники в городе. Фестиваль корюшки, как и фестиваль мидии и тайги, стал частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Гастротуризм точно стал одной из визитных карточек Приморского края. Гастрономические фестивали, которые проводятся здесь уже в течение нескольких лет, привлекают море туристов в регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова